Всем привет, ребята! Как ваши дела? Сегодня долгожданное видео про мой гардероб. Как вы видите, гардероб большой, и сегодня, я говорить буду много, поэтому наливайте себе чай, садитесь поудобнее, берите вкусняшки, и мы начинаем. Если бы я была юбкой, возможно, я была бы вот такой. Вы так мило выглядите! Ну, я так часто говорю слово «любимая». Ряду я вас люблю. Дайте мне просто повод нарядиться. Давайте не буду тянуть, сразу начну показывать, как у меня всё тут организовано и устроено. Хочу открыть первую часть. Это моя любимая часть, потому что здесь вешалки, и зачастую у меня вещи вообще в целом валяются вот так вот. Я не являюсь ОКРщиком в плане шкафа своего. Из-за того, что я часто снимаю, часто беру вещи, вытаскиваю, примеряю, мне особо как-то дела нет, как там всё устроено. Но я знаю людей, которые любят, когда всё по полочкам, всё идеально, по цветам, но у меня такой болезни, слава богу, нет, потому что я бы, наверное, сошла с ума. Давайте начну показывать. Особенность моего гардероба в том, что у меня низов больше, чем верха. Я обожаю необычные низы, и вообще в этом году ещё и очень заметила, что очень люблю юбки. Брюки перестала носить на какое-то время, носила только юбки, и у меня их очень-очень много. Так, хочу вам показать юбку, которая, я не знаю, видно тут или нет, которая у меня от Капорель. Она более вот в таком вот спортивном стиле, я бы сказала, потому что мне очень нравится, как в целом выглядит эта юбка. И можно, кстати, собирать и делать разную длину. Мне нравится здесь асимметрия, нравится ткань, то, что можно реально добавить любой образ, и это будет акцентной вещью. Как вы видите, юбка сама по себе очень хорошо работает, и тут даже ничего не нужно особого добавлять. Зачастую я ношу с лонгсливами, с пальто обычного кроя, и я думаю, что это моя акцентная вещь, одна из акцентных. Следующая юбка, которую я вам хочу показать от Rockswear. Мне очень нравится принт, очень необычная юбка сама по себе, слишком акцентная, что аж тяжело сочетать с некоторыми вещами. Поэтому, я не знаю, возможно, ждет своего часа, чтобы я как-то, не знаю, очень красиво смогла состилизовать. Хочу вам показать свою любимую шею и юбку. Я не знаю, сегодня, наверное, слово любимое я буду произносить очень часто. Это от грузинского бренда, Автандиль. Безумно нравится. Насколько я знаю, это было в единственном экземпляре в Казахстане. Я урвала, забрала. Это мои друзья. Это очень классный бренд. Я у них не раз была на мероприятиях. Мне нравится, что здесь такой асимметричный крой. И вообще, в целом, юбка полностью меня отражает. Вот если бы я была юбкой, возможно, я была бы вот такой. Кстати, если вы помните, у меня как-то раз была фотосессия с этими рубашками. Это на самом деле рубашки, но я их повесила вот так, потому что ношу их как юбку. Вот так вот. И мне это безумно нравится. В целом, этот тренд не обошел меня стороной. И я так носила. Но хотя чуть-чуть, конечно, некомфортно. Нужно всегда вот так вот крепить с двух сторон. Но я думаю, что в образе, как акцентная вещь, выглядит просто прекрасно. Как вы заметили, еще одна моя любимая юбка. Простите, что... Почему я так часто говорю слово «любимая»? Я не знаю. Еще раз? Нет. Ну ладно. Это юбка скорей. Люблю, обожаю, ношу всегда. Когда даже, знаете, вот бывает такое, что вам куда-то нужно срочно, и вы не хотите задумываться над новым образом, над составлением образа. Я просто беру эту юбку, вот так вот надеваю, сверху какой-то лонг или футболку или что-то еще, и все. И пошла. Я ей говорила, юбок у меня очень много. Давайте покажу вам еще. Вот эту юбку я носила в Грузии. И буквально не снимала, потому что очень легкая ткань. Очень, знаете, приятная к телу. И было так хорошо носить в теплые времена, потому что, ну не знаю, вот прям летняя вещь для меня. А вот это, кстати, юбка-баллон. Как у всех блогеров в Казахстане, не в Казахстане, везде это было очень сильно в тренде весной, помню, прошлого года. Наверное, в этом году постараюсь носить по-другому, но тоже нравится, потому что эффект вот... Видите? Когда вы кружитесь, идете, такой классный эффект того, что вы в движении, я не знаю, будто плывете, парите и так далее. Мне нравится. Еще одна юбка. Это одно из моих новых приобретений от любимого казахстанского бренда Redoo. Upcycle Brand. Они делают вещи из разных старых вещей и отшивают по-новому. Поэтому у них вещи никогда не повторяются. Хочу вам сейчас показать, примерить. Потому что я показывала это, наверное, у себя в сториз, но как именно надеть, кажется, не показывала. Это вот такая вот вещь. Можно здесь закрепить вот так вот. И закрепить еще с этой стороны вот так. Все, у меня новый образ. Опять-таки вещи, которые, знаете, сами по себе очень хорошо работают. Тут даже ничего лишнего добавлять не хочется. Нравится. Ряду я вас люблю. У меня очень много оттуда вещей. Сейчас все покажу. Если вы сейчас посмотрите на мой гардероб, можете очень много увидеть джинсовых вещей или вообще в целом джинс. Но в последнее время, последние полгода, наверное, я их просто перестала носить. Я не знаю почему. У меня вот реально их очень много. Даже есть джинсовые юбки, есть тут... А, вот про нее, про кофту расскажу чуть позже. Есть вот такие трансформеры, есть вот такие... Очень много брюк вот таких вот джинс. Но почему-то резко перестала их носить. Мне показалось, что джинсы это слишком просто. Либо потому что я перешла к юбкам. Я пока что не могу себе это объяснить. Мне просто стало очень комфортно ходить в юбках. И джинсы просто перестали существовать в моей жизни. Как вы видите, я чуть-чуть отдохнула. У меня была одышка сильная. Хочу вам показать сейчас от Капорель любимый пиджак. Он очень интересный. Можно также укоротить. Можно также носить вот в такой вот длинной версии. Мне безумно нравится. Прикол вообще Капорель в том, что там вещи идут one size. Это, насколько я знаю, российский бренд. И я изначально заказывала себе комплект. Чтобы вы понимали, здесь должны быть брюки. Большие, огроменные, такие синие брюки. Но когда я их примерила, я поняла, что они настолько большие, что я решила отдать своему парню. Даже для него они были супер большие. Но, кстати, когда он носит эти брюки, все ему делают комплимент. Потому что они необычные, очень широкие, длинные. И мы, кстати, любим носить вместе. Когда я надеваю вот этот пиджак, он надевает брюки. И мы такие. Капл лук, как говорится. Хочу примерить сейчас, показать вам, как это вообще в целом выглядит. Вот так вот. Я даже, кажется, не собирала. Так, если собрать. Тут тоже очень мило. Кстати, я носила вот эту вещь со своей юбкой из Кореи. И надевала, насколько я помню, в Грузии на концерте. Бру на Марс. Вот так вот все выглядит. У меня очень много вещей из кыргызстанских брендов. Из кыргызстанских есть еще. Ну и, конечно же, российские бренды, грузинские. И зачастую я закупаюсь не в масс-маркете. Хотя, да, масс-маркет для меня служит, возможно, базовыми вещами в образе. Но зачастую я закупаюсь именно у дизайнеров. Хотя они, да, намного дороже. Но я считаю, что просто это моя профессия. Поэтому мне стоит, наверное, вкладываться в это. Так, сейчас найду для вас те самые джинсы Жак Мюз. Это было мое сотрудничество с Farfetch. Я составляла с ними образ. Вообще, почему я выбрала именно эти джинсы? Я их после этого ни разу не носила. Почему? Потому что очень плотная ткань. Сидит просто как камень. Я не знаю, неудобно сидеть. Особенно потому, что здесь бисером вот такое вот название бренда. И мне кажется, что я сейчас сяду, и все поломается и рассыпется. На самом деле, очень красиво. На фотках, если вы видели весной, была еще рубашка. Но, не знаю, после этого я реально ни разу не носила. Вот рубашку хотя бы более-менее можно было носить летом. Сейчас тоже покажу. Если вы задумаетесь купить себе какую-то вот брендовую вещь, задумайтесь. Потому что у нас очень много классных дизайнеров, которые делают в разы лучше. Но если вы гонитесь за брендами, конечно, да. Ну, тогда стоит иметь что-то от Жак Мюз. Ну, и как я потом, не будете носить. Давайте покажу вам сразу рубашку от Жак Мюз, про которую я говорила. Носила в Париже. Кстати, мне делали кучи комплиментов, когда я надевала именно эту рубашку. Я не знаю почему. Ко мне подходили в ресторане и говорили, как вы так мило выглядите. Потому что здесь есть такой парашютик. Я не знаю, как называть. Это как будто, ну, что-то такое. Как плечи, как крылья. Как бы это бы назвали. Раз уж мы перешли к верхам, покажу их, расскажу о них. Хочу вам показать необычную для меня футболку. Поскольку эту футболку мы сделали с Зариной, когда снимали DIY. И, честно сказать, даже не хочется их убирать. Они до сих пор вот так вот висят. Мне безумно нравится. Напоминает Болинсиагу. Вот как вот можно сделать Болинсиагу у себя дома. Очень просто берете от Lime, кстати. Такую большую футболку. Очень такую, как вам сказать, плотную. И берете вот такие вот большие пуговицы. Ой. Как это называется? Булавки. Булавки. Да. Все. И на этом у вас готовая футболка Болинсиага. Но, честно сказать, ни разу еще не носила. Потому что я очень боюсь острых предметов. Я боюсь, что уколюсь и все. Это будет трэш. Хочу вам еще показать платье, которое я надевала на показ. Так. От бренда Inclover. Они меня представляли в Visa Fashion Week. И вот как это все выглядит. Очень мило. Очень красиво. Отшивали под прям мои параметры. Мне безумно нравится. У этого платья была еще сумочка своя. Но я не знаю, где она. Поэтому вот. Здесь еще ремень. Очень мило. Но я, кстати, очень редко ношу мини-юбки. Очень редко ношу мини-платье. Я чувствую себя дискомфортно, возможно. Стесняюсь ходить. Я не знаю, с чем это связано. Но, как вы видите, зачастую я ношу только вот все длинное. Это, возможно, исключение. Я даже не знаю, что вам еще показать. Поскольку здесь многие верха, сейчас меня не отражают. Они довольно старые. Либо вещи, которые я брала и лежат с этикеткой. Потому что я их примерила и поняла, что это не мое. Я, честно говоря, не знаю, что с ними делать. Возможно, в скором времени будет распродажа какая-то. Просто мне очень тяжело все это организовывать. Поэтому пока что все это тянется. Очень много вещей, которые ждут своего момента. Может, выхода. Может, своего нового владельца. Так, давайте теперь я вам покажу один комплект. Это подарок от моего парня. Мы покупали, насколько я знаю, в Барселоне, то ли в Париже, в поездке в Европу летом. Здесь вот такая вот мини-юбочка. Извините, если здесь все такое мятое. Потому что я искренне не люблю гладить вещи, если мне их не надо надевать прямо сейчас. Вот такая вот юбочка. Кстати, коричневый. Один из моих любимых оттенков. Я готова носить все, что коричневое. Вот так вот все выглядит. Очень объемный верх. И вот такой вот низ. Если вы помните мои фотографии, наверное, вы знаете этот образ. Безумно нравится. Люблю. Буду носить, наверное, по отдельности теперь. Следующее, что я хочу вам показать, это рубашка от Ушатава. Насколько вы помните, если вы смотрели рум-тур, я была в этой рубашке. И в юбке Оксидроп. Кстати, рубашка очень длинная, огроменная. Я даже не знаю, с чем носить. И пока что, думаю, может быть отдать, чтобы мне чуть ушили, подшили, в талии, может быть. И может носить как платье отдельно. Потому что длина, кстати, позволяет. Безумно нравится цвет, поэтому... Раз уж мы начали говорить про рубашки, хочу вам показать свою самую любимую рубашку. На этот раз точно любимая. Сейчас покажу. Это рубашка от Капарей. Наверное, вы видели фото. Однажды даже эту рубашку надевал мой парень. Потому что, реально, это унисекс вещь. Очень красивая. Здесь такие плечи, подплечники есть. Которые придают прям такой хороший объем. Как вы видите, я только один раз носила, уже замарала тоналочка. Я не знаю, что делать с этим. Это моя большая проблема, когда я ношу белые вещи. Вот здесь все марается. Если вы думаете, что Гука, как ты носишь белые вещи все время. Но-но-но, это только на фото. Зачастую я предпочитаю носить вот такие вот волонг с ливой. Здесь вот так вот можно завязать. И сделать даже приталенным эту рубашку. И выглядит просто прекрасно. Вот эти рукава просто отдельная любовь. Смотрите. Очень красиво. У меня есть здесь новый пиджак. Который я ни разу еще не надевала никуда и нигде не показывала. Это любовь. Опять-таки от ряду. Как вы заметили, это upcycle вещь. Переделанная. Хочу сейчас примерить и вам показать. Раз уж я еще не фоткалась, посмотрите хотя бы вы, как это выглядит. Я даже нигде не примеряла, кажется. Ну, прям мое. Прям мое. Я люблю рюши. Обожаю их. И все вещи, которые с рюшами, это номер один моя любовь. Напоминает почему-то Симон Роша вот эту вот часть. Дайте мне просто повод нарядиться. Так, раз уж мы начали говорить про пиджаки, давайте покажу вам пару своих любимых. Опять слово любимое. Давайте. Но у меня нет просто нелюбимых вещей. Если они есть, я их не показываю, не рассказываю и не ношу. Это от 12 stories. Сейчас хочу вам показать. Прикол этого пиджака в том, что пиджак немного приталенный. Более такой офис-кор вещь. Очень нравится. Наносила, кстати, очень редко. Возможно, только в Грузии. Я думаю, что будет прикольно, знаете, надеть юбкой баллон. Вот так вот. Я такой видос уже где-то видела. Такой образ, точнее. Где-то девушка вот так вот крутилась. Это выглядело очень красиво. Вот вам такая идея. Одного образа. Пиджак, который я вам хочу показать, это от Avtandil. Грузинский бренд, как я и уже говорила. Здесь еще ремень. Очень объемный пиджак. Очень тяжелый. И по правде говоря, тяжело носить такие необычные, либо тяжелые, фактурные вещи. На повседневку, если не на какое-то мероприятие. Потому что всегда душно, ты потеешь и тебе некомфортно. И я понимаю, что вещи по отдельности служат просто прекрасно. Они очень красивые, они такие акцентные. Но редко ношу именно по той причине, что я в повседневной жизни предпочитаю комфорт. Хочу вам показать теперь брючки. Как вы видите, у меня очень много вещей с этикеткой. Как я уже и говорила, эту вещь сейчас я очень хочу носить, но руки не доходят подшить под себя. Потому что они прям очень длинные и в талии огроменные, как вы видите. Но если смогу подшить в скором времени, возможно, появляться буду довольно часто. Вот эта вещь моя самая рабочая. Если вы в повседневной жизни меня увидите, скорее всего, я буду в этих брюках. Они неубиваемые. Ткань не портится. Никак, я не знаю, просто никак не заденешь, никак не затрешь. Просто прекрасно. От Автандиль. Люблю вас, ребята. Спасибо за любимую вещь в гардеробе и самую рабочую. И здесь, кстати, посадка такая высокая. Брюки сами по себе длинные. Просто тупо рабочая вещь. Люблю, могу даже и в мир, и в пир носить. Это пиджак. Возможно, про этот пиджак вы все знаете, вы все меня видели в этом пиджаке. Опять-таки, рабочая вещь, как те брюки, это от Реду. Мне, кстати, основательница Реду сказала, что все после моего вот этого пиджака, после того, как я их отметила, начали искать именно этот пиджак. А прикол этого бренда в том, что они не делают одинаковые вещи. Потому что это Реду, они переделывают из старых вещей. Поэтому точно так же делать у них не получится. Но вы можете приобрести другие, как, например, вот такие. И я думаю, что тоже будет уникально и прекрасно. Давайте примерю. Покажу вам тоже с рюшами. Мне безумно нравится вот эта вот часть. Видите? И вот здесь вот. Довольно необычно. Ношу летом всегда, когда нужно, знаете, вот что-то сверху накинуть. Это вот просто идеальный вариант. Наверное, вы думаете, что я люблю более женственные вещи. Я часто ношу платья. На самом деле нет. Я люблю носить юбки. Да. Но вот именно платья по отдельности я очень редко ношу. Но у меня их очень-очень много. И у меня даже был прикол с Зариной, который вот как раз-таки снимает. И мы заказывали из одного бренда, если не советовалась, заказывали вещи. И я ей говорю, я хочу платье. Она мне говорит, Кука, у тебя и так много платья, которые ты не носишь. Я говорю, ну я хочу платье. И когда они как бы не приносят это платье, я примеряю. И хожу такая, да, миленькая, классненькая такая девочка-девочка. И потом в повседневной жизни по-любому выбираю что-то прям, не знаю, серьезное, дерзкое и так далее. Следующее, что я хочу вам показать, наверное, мы здесь уже все закончили. Если что, чуть позже вернемся. Но я хочу вам показать вещь, которая в моем гардеробе недавно. Но на самом деле вещь моей мамы, и это настоящая винтажная кожанка. Вы готовы? Вещь, которой, наверное, уже 30 лет. Я не знаю точно, я помню, у мамы спрашивала. Но сейчас, на данный момент, не помню точно сколько лет. Вот так вот выглядит. Прекрасный бордовый цвет. Мне безумно нравятся вот эти вот потертости, оттенки, которые вылезли из-под настоящей кожи. И просто обожаю, люблю, не могу. Спасибо, мама, за то, что оставили вот такой вот прекрасный вещь. Как, не знаю, наследство для меня. Давай теперь пройдемся по верхней одежде. Именно по длинным, потому что коротенькие у меня висят в прихожей. Я их чуть позже покажу. Так, с чего я хочу начать? А, пальто с азербайджанского бренда Tuva. Купила в Баку. Это была случайная такая поездка на три дня. И мы с парнем в крайний день решили просто пройтись по городу и посмотреть, какие там есть магазины, может быть, приобрести что-то. Потому что с поездок я люблю возвращаться с вещами, которые мне будут напоминать именно эту поездку, эту страну и так далее. И это вот просто идеальная находка. Почему это напоминает Prada? Нет такого ощущения? Из-за кармашков. Из-за кармашков напоминает Prada. Из-за того, что еще плечи такие. Обожаю. Давайте покажу вам новую вещь, которую я еще не показывала. Анпакинг, конечно, тоже не делала. Это от бренда Мешки. В моем любимом коричневом оттенке. Внутри платье еще, оказывается, висит. Сейчас достану, примерю, покажу. Надеюсь, что смогу носить весной и успею поносить. Потому что если я улечу вам эту, а там уже сразу плюс восемь, мне кажется, будет тяжеловато носить что-то с мехом. Вот так вот выглядит. Как вам вообще обо мне эта вещь или нет? Это подарок от бренда австралийского Мешки. Безумно приятно было поработать с ней, потому что я даже не ожидала, что зарубежные бренды будут ко мне обращаться и посылать подарки. Моя мечта сбылась. Изначально, когда я начинала вести блог именно про стиль и фэшн, я мечтала, чтобы меня замечали зарубежные бренды. Это случилось. И это только не одна вещь. Там есть еще другие бренды. Корейские, европейские и так далее. Я их вам тоже покажу. Ну что ж, теперь про мое самое носибельное пальто. Это любовь во все времена. Ушатава. Но, честно сказать, не смешно, потому что я чемодан разобрала буквально час назад. И как вы видите, все помялось. И мне так жалко, что я не могу вам сейчас показать это в нормальном виде. Но простите меня, пожалуйста. Хочу примерить, показать все-таки. Я весь ноябрь ходила в этом пальто. И будьте уверены, я лично уверена, в том, что я всю весну буду ходить в этом пальто. Ткань прекрасная. Насколько я знаю, пальто шерстяное. И очень теплое. Я даже в этот раз на дни рождения была в этом пальто и в платье. Я не знаю, как я не заболела. Вот так выглядит. Как всегда, плечи акцентные. Как всегда, такие длинные, аккуратные рукава. И вот так вот все выглядит. С чем не носить, всегда прекрасно. Ушатава я вас люблю. Это, кстати, тоже от сотрудничества с Ушатавой. Они мне подарили. И я этому все равно благодарна. Так, теперь хочу вам показать два платья. Точнее, одно из них это сарафан. Сарафан, второе платье. Но они визуально немного похожи. Первое платье это от 12 Stories. Это прям платье, которое меня полностью отражает. Вот, посмотрите. Здесь талия. Здесь, как вы видите, все такое прямое, неприталенное. И юбка, как баллон. Обожаю, люблю. И вот, возможно, этот сарафан вы уже видели. Я не знаю, почему я беру все черное. Но, вот, сарафан выглядит вот так. Это вот Ушатава. Ткань, кстати, та же, что в пальто. И очень теплая вещь. Я думаю, что буду как раз-таки сейчас носить. Очень актуально. Хочу на этом закончить. И перейти, знаете, к головным уборам. К сумкам. У меня там много чего есть показать. Та самая часть, которую я вам не показывала. Давайте начнем. У меня очень много сумок. Я даже не знаю, с чего начать. Правда. Но даже при этом у меня бывает такое чувство, когда я такая... Зарина, я не знаю, какую сумку взять. У меня нет подходящей сумки. Но прямо сейчас пройдемся, возможно, по всем сумкам. Я вам коротко о них расскажу. Хочу начать с этой сумки. Мне кажется, она для меня сейчас самая рабочая, самая значимая. Потому что буквально каждый день ношу с собой именно эту сумку. Она мне больше всего подходит. И ношу, кстати, сейчас вот с таким вот аксессуаром от Ozen Project. И если вы хотите какие-то аксессуары для сумки, я думаю, что стоит там приобрести. Эту сумку я приобрела в Барселоне. Это моя первая покупка с Prada, наверное. Не считая подарки, которые я делала другим. Но для себя я впервые сделала такой подарок в Барселоне. Это как напоминание об этой поездке. Меня больше всего отражает, возможно, нежели все остальные сумки. Я тут увидела свою сумку Louis Vuitton и кое-что вспомнила. Вы, наверное, скажете, Гука, в смысле у тебя есть сумка Louis Vuitton? И ты говоришь, что Prada это твоя первая дорогая сумка. На самом деле это был подарок. Подарок от одного ухажера еще очень-очень давно. Но, имейте в виду, вообще меня не отражает. Вообще не про меня, к сожалению. Я даже не знаю, что делать с этой сумкой. Я не ношу эту сумку вообще. Но люблю Louis Vuitton, как только там появился Фаррел. Следующее, что я хочу вам показать, как раз-таки приобретение тоже в поездке. А это бренд Юзефи. Очень сильно себе хотела именно эту модель, но в коричневом цвете. Но когда я была в Lafayette, кажется, так называется, в Дубай, я не смогла найти коричневый оттенок. Чтобы вы понимали, я очень долго стояла, думала перед сумками, думала, блин, а розовый это про меня или не про меня? Но так сильно после этого полюбила эту сумку. Это прям суперлетняя сумка, которую я носила каждый день, буквально летом. Кстати, очень-очень, знаете, много можно вместить. Хотя кажется, что нет. Поэтому советую. Модель классная. И вообще Юзефи один из глибинговых брендов, которые делают реально носибельные и качественные сумки. Так, у меня еще есть сумка от Коперни. Я не знаю, это пони или это коровка, честно говоря. Я уже забыла, что это именно было. Но просто любимая сумочка. Но, кстати, к сожалению, не носибельная. Абсолютно некомфортная. Я не знаю почему, но я помню, когда увидела так сильно, мечтала, так сильно хотела и купила. Но в итоге я такая, блин, а с чем носить-то? Наверное, когда-то наступит время, и я ставлю классный образ. Следующая вещь. Это сумка Дизель. Это подарок от моих друзей с Европы. Они подарили мне это на день рождения. Очень нравится. Люблю этот бордовый оттенок. В целом, я как-то в одно время фанатела по Дизель. Очень сильно хотела все вещи оттуда. И вот, у меня она есть. Прекрасная сумочка. Спасибо, ребята. Ядоге Диара. Люблю вас. Так, следующее, что я хочу показать. О! Как раз-таки, помните, я говорила, что я работала с Farfetch. И заказывала оттуда полностью образ Jack Muse. И вот эту сумку я заказала именно в тот момент, чтобы дополнить образ. Но, к сожалению, сейчас вообще не ношу. Может быть, потому что оттенок летний. Наверное, летом буду носить чаще. Но сейчас вот так вот стоит. Кстати, факт обо мне. Я люблю все металлическое. Люблю все серебряное. Люблю серебро. Золото никак не могу принять. Даже в фурнитуре сумок. И, возможно, некоторые сумки я ношу реже. Чисто по той причине, что там золотистая фурнитура. Поэтому я вот думаю, Jack Muse почаще делайте, пожалуйста, серебристые фурнитуры. Я буду носить чаще. Она такая миленькая. Вообще абсолютно ничего не вмещается. А, там карандаш для губ. Маленький такой. Все. На этом больше вроде ничего. Только кардхолдер. Раз уж мы начали говорить про Jack Muse, расскажу вам про свою первую сумку. Наверное, это самая старая сумка у меня в гардеробе. И она же моя самая первая. Я помню, как я долго копила деньги, и когда купила эту сумку, ушла в минус. Не могла найти деньги, чтобы закрыть квартиру и так далее. На тот момент я жила в съемной квартире. Но все равно стоит того. Долго мечтала, хотела. Когда мне еще было 20 лет, кажется. И, кстати, очень мстительное. Наверное, выглядит так, как будто сумка прошла войну. Это так и есть. Вы не знаете, куда я только не носила эту сумку. Мне бы хотелось эту сумку вообще в целом сохранить. Потому что она такая уже грязная. Я протираю, но что-то вообще не уходит. Но люблю, не могу, никак не могу попрощаться. Я думаю, стоит сохранить все-таки. Сейчас хочу рассказать про необычные свои сумки. Это от Diesel. Пушистик. А, нет. Монстрик. Мои подписчики называют эту сумку монстриком. Как только я, помню, покупала это года два назад, я с вами советовалась в сторис. И мне все это написали. Это же такой маленький монстрик. Да, это монстрик. Мой самый любимый от Diesel. Честно говоря, мне даже больше нравится, чем их классические модели. Потому что вот эту сумку Diesel... Даже не скажешь, что это Diesel. Это что-то вот необычное. Напоминает больше Balenciaga. Похожая сумка на монстрика. Это, наверное, сумка от Redoo. Хочу вам показать. Она джинсовая. Она тоже upcycle. Как будто это вообще видос рекламы Redoo. Я не знаю. Но тоже безумно нравится. На повседневку вообще самое то. Но чаще всего ношу с необычными образами. Вот так вот выглядит. Очень-очень вместительная. Вот так вот. Ну а теперь хочу пройтись по новым вещам. По подаркам от брендов казахстанских и так далее. И от, кстати, Кореи, то ли с Китая. Давайте все-таки с этого начнем. Потому что я увидела. Вы, наверное, недавно видели вот эту юбку. Честно говоря, как будто по материалу это как пуховик. Даже внутри подклад такой же. Очень теплая юбка. Если вы хотите, не знаю, очень теплую юбку себе на зиму, на осень, весну. Стоит. Стоит приобрести. Одна из моих любимых сейчас. И так. Насколько я помню, эта юбка пришла с шарфиком. Вот таким вот. Я не могу надеть, потому что у меня сейчас микрофон. Но я вам покажу еще один вариант, как можно надеть. Знаете, я очень люблю баски. И я хочу носить вот так вот. Я похожа на японку. Это как будто часть с кимоно. Раз уж мы начали говорить про баски, хочу вам показать баски от Oxydrop. Еще одна баска, которую можно носить, на самом деле, если вы хотите более экстра образ, можно носить как юбку. Поверх плотного, не знаю, плотных колготок. Я так уже носила. Это было очень красиво. Но я бы не рискнула, наверное, выйти на улицу. Поэтому это было только для фото. Это от Oxydrop. Один из брендов, тоже кристанских, которых я люблю. И еще есть юбка, которую вы помните, наверное, с прошлого видео. Это тоже от Oxydrop. Я вот так вот носила. На самом деле, даже не юбка, это больше как баска. Я люблю носить с брюками. Всегда выглядит прям выигрышно, акцентно. И всегда люди обрещают на это внимание. Поэтому имейте в виду, баски это топ. Мне это очень нравится. Так, следующая вещь, которую я вам хочу показать, это коллаборация Изи, Balenciaga и Gap. Подарок от моего парня. У него есть с этой же коллекции только кофта. А у меня вот худи. Очень плотные худи. Не знаю, тут сколько вообще слоев. Ношу всегда, когда мне очень холодно. Вот могу даже вот так показать. Наверное, три слоя точно есть. Поэтому, если вы где-то найдёте, через какого-то байера закажете, купите, эта покупка того стоит. Всегда, когда я надеваю, все спрашивают, откуда у меня худи. Потому что реально выглядит очень дорого. Спасибо, Мадия. Я думаю, что рассказала вам почти всё своё любимое. Показала, точнее, всё своё любимое. И сейчас хочу перейти к шапкам. Это, кстати, моя новая страсть в 23-м году. Осенью это у меня началось. Я начала закупаться шапками, разными головными уборами. Господи, я вот думаю, как же я не задумывалась, что вот шапки могут играть такую большую роль в образе. Поэтому хочу вам показать пару штучек. Так, начнём с этого. Эта шапка от Ушатава. Ношу всегда, каждый день. Я не знаю, ну, просто рабочая шапка. Если вы хотите себе рабочую шапку, берите Ушатава. И у меня как раз есть подходящий ещё, подходящий шарф под эту шапку тоже Ушатава. Всегда хожу, советую. Это Oxydrop. Давайте примерим. Раз уж шапки примеряете легко. И похоже на лягушку. Мне безумно нравится. Я очень люблю эту шапку в целом просто так носить. Но она очень тонкая, как вы видите. Поэтому не советую рисковать здоровьем. Если вы хотите просто как часть образа носить, очень даже советую. Можете приобрести там. Следующая шапка, это тоже Ушатава. Я похожа на яйцо. В этой шапке я даже не знаю, как показать правильно. Ну ладно, не обращайте, если что, внимания на то, что волосы неправильно легли. Но вот так вот всё выглядит. Мне нравится, что можно вот так вот как шарф носить. В образе, кстати, очень хорошо прям играет. Следующая шапка, которую я вам хочу показать, это от Cosmo. Мне кажется, это корейская вещь, потому что там было очень много вариантов. Я приобрела там, в Cosmo, в Ханшатыре. Вот так вот выглядит. Я говорю, люблю, обожаю, не могу. Так нравится, всё пушистое, вот такое, вот. Просто, обожаю. Не знаю, вот такие у меня эмоции вызывает эта шапка. Не знаю, как у вас. Ну что ж, давайте начнём. Это мои самые любимые аксессуары, украшения. Я их реально ношу каждый день. Я в 23-м году так потела на украшения и на очки, вы бы знали. И здесь есть такой прикол. Все очки, которые вы здесь видите, подарил мне мой парень. Я не знаю, я очки самому-то не покупаю. И все мои хотелки исполняет он. Поэтому спасибо, Мэди, за то, что заботишься о моих глазах. Хочу начать в первую очередь нью-мью. И смотреть, как это прекрасно выглядит. Я так мечтала об этих очках, вы бы знали. Это мои любимые джентл монстр. Вот так это выглядит. Вот в таком вот, знаете, светло-зелёном оттенке. Мне нравится, что похоже на коричневый цвет. И то, что очки из-за того, что такие огроменные, глаза кажутся большие. И вообще очень советую вам посмотреть на очки джентл монстр. Это номер один мой любимый вариант очков. Следующие очки от джентл монстр. Это тоже одни из моих самых любимых. Вот такие вот полупрозрачные серые. Как вам? Следующая пара у меня от Монклер. Я очень себе хотела чёрные очки. И мы нашли это в Висентай. Вот так это выглядит. Более строгий вариант. И напоминает мне Праду. Я изначально хотела очки Прады, но в Прадо почему-то подходящих размеров и моделей не было. И мы нашли из Монклера вот такие очки. Эти очки вообще были не куплены. Это изначально очки Мэдди. Он мне просто их подарил. Помню, когда мы полетели вместе в Египет на мой день рождения, кстати, который совсем скоро. И он мне подарил, потому что я на тот момент вообще не носила очки. И, наверное, приучил меня к очкам именно он. Пока я вам рассказывала про очки, я вспомнила, точнее Зарина вспомнила, что мне недавно моя подруга Нурай подарила очки Версачи. Это мои первые Версачи. И я хочу вам сейчас показать. И как раз распаковку может быть сделать сразу же. Не знаю, насколько для вас интересно видеть распаковку, но вот так. Она мне привезла это с Америки. Вот так вот выглядит. Сейчас я вам открою и покажу. Сразу надену. В этих очках я похожа на муравья. Как? Правда нравится. Как раз таки у меня в коллекции не хватало белых. Белой пары очков. И я думаю, что летом это будет просто must have для меня. Спасибо, Нурай. Люблю. Следующее, о чем я бы хотела рассказать вам, это, конечно же, кольца. Если вы знаете меня хорошо, как человека-блогера, вы знаете, что я не хожу без именно-именно вот этих колец. Сейчас я вам покажу, как я их всегда ношу. Вот так. Если я выхожу без этих колец, значит, я что-то забыла. Не может быть, чтобы я вышла на улицу без колец. Это кольцо, кстати, оно довольно милое. Это Сваровский. Как, наверное, вы видите, здесь магнитик. Есть вторая пара. И вторая пара у моей подруги в Европе, у Диары. И мы когда видимся, мы вот так вот их соединяем. И видим, что это на самом деле одно кольцо. Это как бы кольцо дружбы, я бы сказала. Есть еще вот такие кольца с масс-маркета. Это, насколько я знаю, Страдивариус. И также есть вот эти сережки, про которые вы часто спрашиваете. Это тоже Страдивариус. Есть еще кольцо, которое я вам хочу показать. Это от Offbeat с камушками. Это, кстати, серебро. И мне нравится, что здесь очень много камушек в разных оттенках. Всегда выглядит хорошо. Кстати, под мой маникюр прямо самое то сейчас. Так, я думаю, что про эти часики стоит рассказать отдельно. Это Gucci, подарок от моего парня на день рождения, когда мне исполнилось 22. И я эти часы впервые, насколько я помню, увидела в Польше, то ли в Турции, не помню точно. Но когда мы ездили в Европу на Рождество, я помню, увидела эти часы и думала, о, какие классные часы, куплю этот для Мади. И потом я вижу, как он мне дарит эти часы. Я думаю, я же тебе это хотела подарить. Он такой, да нет, я это тебе хотел подарить. В итоге вот, у нас есть такие часы. Это мои любимые, я их ношу всегда. И, как вы видите, они как весы сделаны. И обратный счет идет. На самом деле украшений у меня намного больше, но я сейчас хочу рассказать про именно те, которые я ношу чаще всего. И поэтому хочу вам показать свои недавние браслеты, которые я надевала недавно на день рождения, потом начала носить уже на повседневку. Это вот так вот выглядит. Это от Offbeat. Я давно искала себе массивные браслеты, чтобы вот так вот носить, с разными вещами, с лонгсливами, с красивыми рукавами и так далее. И вот что я нашла. Помню, мне Зарина скинула, говорит, о, смотри, я сразу же их заказала, и через 30 минут они уже были у меня. Поэтому любовь. Обожаю, мне очень нравится, как это все выглядит. Буду сидеть по ним. У меня есть от Offbeat вот такой жемчуг. Это же жемчуг, да? Я не люблю носить по отдельности. Я люблю носить это вот так. Покажу вам сейчас. Вот так вот люблю носить. Ну что ж, давайте теперь перейдем в прихожую комнату. Как я и говорила, здесь у меня есть верхняя одежда и обувь. Я хочу показать вам пару верхних одежд. Покажу вам самое необычное, что у меня есть в кардеробе. Это тоже казахстанский дизайнер. Насколько я знаю, называется Натакина. Мне больно. Хорошо. Давайте примерю, раз уж я вытащила с такой болью. Это вот такая вот куртка. Она довольно теплая. Я помню, приобрела весной того года. Но из того, что приобрела весной в конце весны именно, я не смогла нормально поносить эту вещь. Я носила это, кажется, в Грузии. Насколько я помню. И все обращали внимание, кстати. Очень классная вещь. Насколько я знаю, это была их коллаборация с каким-то брендом. И возможно не повторится. Я рада, что я успела приобрести. Кстати, совсем забыла показать вам. У меня есть вот такое вот белое пальто от Melin Klo. У них так и называется, если что в инстаграме. Это шерстяное пальто. Очень красивое. Очень такое аккуратное. Мне безумно нравятся вот здесь плечи. И то, что цвет такой, знаете, не белый-белый, а вот молочный. Такой приятный. И думаю, что буду носить весной. Итак, покажу вам последнее из верхней одежды и в целом из одежды. Это моя куртка, которую я ношу каждый-каждый день от Капорель. И спрашивают, кстати, часто, откуда эта вещь у тебя и так далее. Я не раз отмечала куртку от Капорель. Вот так она выглядит. Очень легкая. Главное, длина подходящая. Попку закрывает. Все тепло, все круто. И довольно, возможно, тонкая куртка для многих людей. Возможно, для Астаны. Но мне нормально, потому что я люблю многослойность. Зачастую я просто ношу очень много слоев внутри. И мне тепло. Наверное, мы начнем с вот тех, потому что они захотели быть первыми. Они сами упали. Это, насколько я помню, Zara. Да? Да-да-да, это Zara, потому что я покупала это специально на съемку. В итоге она осталась у меня. И вот так вот все выглядит. Возможно, она грязненько, потому что я ношу очень часто. Вот. Хочу вам показать еще свои таби. Свои любимые, неповторимые, самые долгожданные таби. Я очень хочу закупиться разными видами таби. Поэтому это вот начало. Самая удобная обувь ever. Просто, реально. Честно скажу, если вы купите специально носочки, как будто вы ходите босиком. Минус таби в том, что они быстро стираются. Я не знаю, какой блогер бы вам показал вот это вот. Но правда, мне так обидно, что они так быстро стираются. И вот просто посмотрите, что они... Я их ношу не так часто, но когда ношу, я всегда боюсь за них. Я думаю, сейчас на что-то наступлю, и все, конец моим таби. Они такие хрупкие, но они безумно красивые. Итак, я вам хочу показать Дольче Габбана. Я тоже не думала, что у меня в картеробе будет обувь от Дольче Габбана. Это винтажная вещь. Я приобрела, помню, с какой-то винтажки. И мне вот такой вот прелесть отправили. Хочу поскорее весну, чтобы поскорее их надеть. Потому что я уверена, что я буду точно в тренде. Знаете почему? Потому что я здесь такой подклад. Я вот прям жду, не дождусь, когда потеплеет, чтобы быть только в этой обуви. Как вам? Я хочу вам показать коллаборацию Puma с Рианой. С ее брендом косметики Fenty. Это вот такая вот пара кроссовок. Просто посмотрите, вместо Puma написано Fenty. Мне очень нравится. Я очень сильно хотела себе кроссовки Adidas, точнее кеды Adidas, которые леопардовые сейчас в тренде. Но почему-то увидела вот это вот впервые и решила, что коллаборацию все-таки достать сложнее, чем Adidas, которые продаются везде. Поэтому здесь я правильно поступила. И довольно-таки тяжелая, теплая обувь. Я думаю, что весной буду носить часто. Она прям абсолютно новая. Ни разу еще на улицу не надевала. Очень люблю. Очень-очень люблю. Я не знаю, наверное, с виду кажется, как будто каблуки неудобные и так далее. По факту это самые удобные каблуки в моей жизни, наверное. Это бершка. Я захотела из-за цвета, из-за того, что эта вещь очень сильно напоминает акне в студии. И просто прям попадение 100 из 100. Причем нашли их случайно. Случайно совсем. Я, кажется, снимала, да, уже образ вот так вот и в этой обуви, да? Да-да-да. Да, было такое. И прям коричневый мой любимый, поэтому я не смогла уйти далеко. Я увидела и такая, куплю. Не знаю, пригодится. Точно пригодится в будущем. Пусть эта пара будет завершающей, потому что все остальные, возможно, будут скучными. Либо те, которые я вам хотела искренне показать, они наверху. Поскольку это летние вещи, летняя обувь, я думаю, что покажу вам вот это, и мы на этом закончим. Это подарок от моего братика на Новый год. Мы играли с семьей в Тайного Санту. И вот смотрите, что мне он подарил. Опять-таки мой любимый коричневый цвет. Это Massimo Duty. И очень красиво все смотрится. Я думаю, что буду носить часто. Кстати, у меня балетов не так много. И вот именно таких вообще нет. Поэтому думаю, что составлять образы буду довольно часто. Спасибо, Ахжоу. Ну что ж, ребята, на этом все. Спасибо вам большое за то, что досмотрели до конца и уделили время. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно напишите в комментариях, какая вещь понравилась вам больше всего. Я так узнаю, какой у вас стиль. Ну и, конечно же, наверное, я не смогла показать вам полностью все вещи. На это бы ушло много времени и пришлось бы доставать летние вещи. Но я думаю, что ближе к лету я сделаю еще одно такое видео со своими там любимыми вещами на более теплую погоду. Всех целую в лобик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok